Эй, йоу! Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Меран. Сегодня я бы хотел вместе с вами разобрать задачу номер 9 из ОГЭ. Она довольно простая, и эта задача связана с вероятностью. Пример первой задачи можете видеть здесь. На тарелке лежат пирожки одинаковые на вид. 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками. Это очень простая задача. Далее будет чуть посложнее. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите верность того, что пирожок окажется с яблоками. Все очень просто. Смотрите, всего сколько пирожков? Считаем 4 плюс 8 плюс 3. Это сколько будет? Правильно, 15. То есть 15 – это всего количество пирожков. Да. У меня пятерочка такая получилась. И нам надо найти вероятность того, что пирожок окажется с яблоками. У нас 3 с яблоками. Значит, мы 3 относим к 15. То есть количество яблок, что нам нужно найти, мы относим к общему количеству. В данном случае это у нас 15. И получаем такую пропорцию, как 1 к 5. Это у нас и есть вероятность. Мы еще доводим ее до хорошего значения, чтобы нам можно было записать в ответ. И получаем 0,2. И вот такое значение мы записываем в ответ. Далее, следующая задача. В магазине констоваров продаются 84 ручки. Из них 22 красных, 9 зеленых, 41 фиолетовых. 41 фиолетовых. Ну, да. Еще есть синие и черные. Найдите вероятность того, что при случайном выборе одной ручки будет выбрана красная или фиолетовая ручка. Смотрите, у нас здесь дано то, что есть отвлекающий маневр. Смотрите, здесь написано, что еще есть синие и черные. Нам это не нужно. Потому что нам нужно найти вероятность того, что при случайном выборе одной ручки будет выбрана красная или фиолетовая. У нас, смотрите, у нас 22 красных и 41 фиолетовых. И всего ручек. Больше нам ничего не нужно. То есть количество всего и сколько красных, сколько фиолетовых. Смотрите, мы делаем очень просто. То есть получается количество красных, что нам нужно найти, мы складываем с количеством фиолетовых. Их тоже нам нужно найти. Потому что нам спрашивает, ну да, 63 получается. И дальше, смотрите, 84 ручки у нас всего. Значит, мы, как и в прошлой задаче, мы относим то, что нам нужно найти, вероятность, ко всему количеству. То есть 63, это количество красных и фиолетовых ручек, мы относим к 84 ручкам. Это у нас там все на калькуляторе быстро сокращается. И получается 0,75. И такое значение мы записываем в ответ. Ну, конечно же, на экзаменах калькулятора не будет. Но вы готовьтесь, потому что здесь шаблонные задания. Все просто, просто по шаблону. Подготавливайтесь, у вас все получится. Я думаю, я многим помог. С вами был Мерон. Кому понравилось, кому помогло что-то разъяснить в этой задаче, ставь лайкос, подписывайся. Буду искренне благодарен твоей подписке. Всем пока, всем удачи.